Организаторы говорят, вообще-то фестиваль, которому в этом году исполнилось 18 лет, называется Зодчество Восточной Сибири. Но решив провести фестиваль не в Иркутске, как обычно, а в Барнауле, даже изменили название на более общее Зодчество в Сибири. Основная роль его при этом осталась неизменной. Для архитекторов в Сибири мы предоставляем площадку, где они могут пообщаться с крупнейшими архитекторами России, а иногда и с зарубежными архитекторами. Пять насыщенных дней, мастер-классы, выставки, круглые столы, лекции, обсуждения, даже гастрономические культурные программы с дегустацией национальных кухонь Алтая. Более трехсот участников съехалось со всей страны. Из зарубежных гостей архитекторы из Китая, Ирака, США. Особый гость – Кристаль Руссель, хранитель культурного наследия Министерства культуры Франции. Два года назад она уже была в Барнауле, изучая комплекс сереброплавильного завода. Теперь вернулась, чтобы поделиться опытом, как на ее родине стараются сохранить объекты культурного наследия. У нас начали заботиться о культурном наследии раньше, чем в России. Поэтому мы прошли большой путь, но проблемы остались. Свои лекции я расскажу, приведу несколько примеров, как во Франции, в Европе находят средства для сохранения не только красивейших зданий, о которых у обывателя не возникает вопросов, что их нужно сохранять, но и объектов индустриальных, бывших заводов. Расскажу, как к ним обратить внимание людей и бизнеса. Как сохранить барнаульскую спичку и ей подобные объекты планируют обсудить неоднократно. Также запланирована встреча с кинооператором Анатолием Заболоцким, снявшим все основные фильмы нашего земляка Василия Шукшина. Гость расскажет о малоизвестном факте дружбы Шукшина с Константином Мельниковым, классиком советской архитектуры. Лекция состоится завтра и, как все открытые мероприятия фестиваля, будет бесплатной. Сегодня же в выставочном зале Музея Город открылся показ архитектурных проектов, заявленных на конкурс фестиваля. Изюминка конкурса – детские работы, которые также оценит компетентное жюри. Сам фестиваль продлится до 22 июля, когда будут выбраны лучшие работы. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. Наши новости.